всем здравствуйте с вами на связи линия монтиады я приветствую вас на своем канале сегодня по просьбе тату если честно мне нравится когда-то в разделе сообщества я просила вас писать свои идеи для раскладов и очень много идей мне предложила тату и мне понравилось что в комментариях каком-то из моих раскладов написала о том что когда-то я помогала вам с идеями в конечном итоге когда вы записываете расклады на мои идеи вы помогаете мне на самом деле это синхроничность о которой писал юнг своих работах можно ее назвать и магией и меня это радует потому что на самом деле мы все между собой связаны держу в руках и новую колоду театр куклы мария курара приготовила может быть может быть не и пригодится эта колода в сегодняшнем раскладе почему я говорю может быть потому что я ее испробовать у меня это реплика в руках и самое смешное что я поняла у каждой колоды есть свой характер вот есть колоды такие которые я очень люблю не связано с тем что я их люблю как эпическая таро очень такое духовное для меня прям открытие этого года потому что я ее приобрела и поработала прям характер такой знаете духовный размере мудрец мудрец передо мной и я взяла я получила колоду вот эту вот таро театр кукол а у нее характер такой знаете бесшабашный какой-то такой легкий с улыбками и ну тупит колода и все причем говорит очень интересно говорит четко говорит понятно такая знаете вот простая колхозная девчонка открытая доверчивая но тупит почему тупит потому что если допустим на эпическом таро мне достаточно вытащить одну карту я могу вам рассказать по этой карте прям истории прям очень много информации очень глубокая информация то по характеру колоды таро театр кукол вот прям знаете вытаскиваете одну карту в предложении и ждете и когда же будет еще информацией когда даже будет еще знаете тупит тупит очень медленно рассказывает надеюсь что это просто было мое первое взаимоотношение с ней на что не буду ее обижать и оскорблять да вот но она такая знаете достаточно простенькая на не наверно можно делать расклады на бытовые какие-то вопросы да ну вот такие вот простые все что можно использовать в обиходе такая достаточно приземленная колода вот видимо такая должна быть у меня в коллекции такое знаете ощущение что она обижается что они это говорим энергия такая идет но попробуем тема сегодняшнего нашего расклада почему я скучаю у меня в плане если писать расклад как просила тату почему я тоскую почему я скучаю я долго думала насколько это схожа в то же время это разное ну то есть объединить эти системы так вот так буду да пока я буду говорить вы будете выбирать позиции первая вторая третья зелененькие красненькие голубенькие камешек выбирайте я продолжаю говорить вот но в конечном итоге я решила что я все-таки остановлюсь на теме почему я скучаю почему я тоскую не знаю насколько это схожи или нет у меня напишите в комментариях для ваш вашем понятие это схожи темы или нет и нужно ли делать то есть я сделала сегодня расклад на тем почему я скучаю нужно ли вам делать расклад для вас почему я тоскую если скажете что не нужно такой расклад я идет не буду уберу своих списков потому что как-то это ощущение что это синонимы я не пробила на интернете можно было посмотреть хорошо надеюсь вы определились как вы обратили внимание я уже два расклада подряд без свечек и без ароматических палочек по причине того что очень жарко и ветер когда дует у меня здесь с балкона все идет на меня и мне отвлекает и тяжело дышать поэтому как только погода изменится обязательно включу мне нравятся запахи так позиция номер один будем смотреть стараюсь сделать коротенький расклад ну как получится почему я скучаю просто причину посмотрим не буду разбираться что вам делать и как а просто давайте разберемся в самом вопросе почему я скучаю так я выложу 5 карт вот а потом если что дополню на эпическом втором почему я скучаю так двойка огня ну смотрите во первых потому что в мысли у вас какое-то знаете желание как-то что-то создать либо знаете вот именно желание какого-то союза не в контексте любви а вот в контексте какого-то творения знаете вот создание чего-то есть у вас появилось желание да я думаю то есть вы как-то вот строите какие-то планы размышляете о том как хорошо было бы да если бы я смогла либо смог вот именно в партнерстве с кем-то воссоздать то что я хочу то есть одно дело когда у меня одно желание да я его реализую другое дело когда есть человек помощник союзник соратник прав правду с которым я мог либо могла бы создать то есть здесь вот у вас как будто бы в планах вы хотите что-то сделать вот вам нужен человек вам как будто бы нужна поддержка в этом направлении и возможно это вот скука ваша она появляется потому что нет этого человека который смог бы вас разжечь да у вас есть это пламя но вам не хватает как-то вот его разжечь да приумножить который бы зажег который бы вас замотивировал человек который бы вас поддержал и как-то вот подтолкнул именно в том направлении которое вы хотите здесь ощущение того что есть какой-то потенциал того что вы должны реализовать но вы его не реализовываете поэтому впадаете в это вот состояние такое вот мне скучно такая вот ничего не хочется небольшая такая легкая апатичность что же у вас в чувства да на данный момент а в чувства вот вы знаете вот желание получить какой-то результат да восьминурка материя желание получить результат ну-ка я уточню что за результат вы здесь хотите получить знаете результат некого такого исцеления да вот вам не хватает каких-то знаний возможно понимание вот здесь вот знаете вот ощущение разбитого сердца да когда вы как узнали ту правду которую вы хотели да либо до вас донесли и вот вам теперь с этой правдой да с этой информацией нужно жить но это правда она причинила вам боль то есть здесь такое ощущение что в эмоциях вы ждете какого-то результата исцеления да так вот прям красной нитью проходит во всем раскладе здесь что у вас есть желание пойти в новое да то есть вы готовы полностью вложиться в нечто такое новое что вас захватит вы готовы погрузиться возможно в какие-то знания да в изучение чего-либо вот здесь вот прям вы понимаете что вам нужно когда вы сфокусированы на на том что вас наполняет да а в данном случае вот какие-то знания вам придает вот это вот какое-то воодушевление да оно вас вытаскивает из состояния вытащит вас из состояния скуки вы понимаете что результат вот что вам может вам как будто выйти из этого состояния скуки это преодолеть вот эту вот боль которая есть у вас а для этого вам нужно переключиться на что вам нужно переключиться не на эмоции а на какие-то знания здесь вам нужно на какое-то обучение да вот прям хочется полностью погрузиться возможно даже и в работу да как-то вот улучшение своих каких-то профессиональных навыков либо качеств но однозначно в чувствах вас на данный момент исцелиться но не исцелиться с помощью какого-то вот анализа познания как мне это сделать а скорее я вижу через переключение да на что-то иное на что-то другое а как вы себя транслируете сейчас в социум да то есть как люди считывают вас сейчас как человека которому действительно любопытно человек который какой-то степени хочется сказать открыл либо открывает ящик пандоры да что-то такое опасное да но вас прям вот тянет и вы как будто бы погружаетесь да вот что-то я говорю вот прям и в чувствах у вас есть это и вы это транслируете возможно что-то такое изучаете какое-то может быть опасное вот как будто бы на грани ходите но вам очень очень любопытно да вот люди считывают вас на данном этапе как человека любопытного человека любознательного человека которому интересно который понимает вот вам не хватает да почему вы скучаете вам не хватает новизны вам не хватает вот какого-то разнообразия, и вы понимаете, что это разнообразие вы сможете получить, когда что-то новое войдет в вашу жизнь, но новое не входило по причине того, что у вас было разбито сердце, вам было больно, вам когда-то причинили эту боль, и вот вы как-то опустились руки у вас, и вы как-то не хотели идти дальше, двигаться что ли, может быть пробовали что-то, и не получилось, но вот здесь какое-то апатическое состояние скуки присутствовало, и карты говорят о том, что вам нужно сделать на данный момент, вам нужно действительно сфокусироваться на том, что вам любопытно, вот вам нужно сфокусироваться на том, что вас будет наполнять, да, но имейте ввиду, что в социуме вы, вот люди видят вас как человека, что что вам наполняет, вас наполняет, да, это один момент, но вы одновременно закрываетесь от людей, есть такое ощущение, что вы пропускаете как будто бы жизнь мимо себя, вот, знаете, здесь нарисована женщина, которая идет по улице, и она читает книгу, она сфокусирована на чтении, и она не видит, что вокруг нее есть стеллажи этих книжных полок, что можно взять не только вот ту книгу, на которой она сфокусирована, можно взять и нечто другое, то есть взял, почитал, сделал, а не полностью только вот погружаться, да, читаю, читаю, только вум, вум, вам говорят наоборот, вот здесь вот нужно как-то поменять местами двойку энергии, да, двойку жезлов, которые у нас находятся в части именно ума, то есть здесь наоборот, в части стихии огня у нас наоборот находится ума, то есть там, где нужно действовать, вы наоборот думаете, а там, где нужно подумать, нужно что-то запланировать, вы действуете, вот здесь вот немножечко у вас местами поменялись, и нужно поменять местами, да, то, где вы думаете, и то, где вам нужно действовать, обратите на это внимание. Далее, какого же результата вы хотите получить вот в контексте того, почему вы скучаете? Семерка, семерка энергии, да, движение, вот здесь вот результат, как раз-таки вы не видите какого-то движения, то есть понимаете, здесь как-то вот карты показывают какую-то вот именно статичность, да, есть мечты, есть желания, да, я хочу это получать, да, и готово, то есть есть готовность, а движение как такового, да, как результат, в принципе, пока еще нету, хотя бы около семерка энергии, да, карта движения. Вы хотите делиться, здесь, возможно, у вас и знаний-то достаточно много, конечно, если вы были столько времени, знаете, вот прямо зацикливались на какие-то знания, да, что-то изучали, вот, то однозначно знаний у вас много, но вот вам как раз-таки следующий шаг и говорит о том, что если вы хотите получить какой-то результат, да, если вы хотите двигаться вперед, то вот вам нужно научиться делиться вам знаниями, да, эмоциями, чувствами, вам нужно понять, что чем больше вы будете отдавать этих знаний, да, тем больше вас это будет наполнять, не то, что вам будет приходить, а вас будет наполнять, вы будете получать поддачу от того, что вы даете, то есть вот движение должно быть через взаимодействие, через коммуникацию, вот общение вам должно приносить удовольствие, наслаждение, а здесь получается так, что вы как-то вот отстранились, отстранились почему? Потому что больно вам было, потому что что-то вам сказали, узнали вы что-то и закрылись, да, а вам наоборот, говорит, вам нужно выходить, выходить не в себя погружаться и изучать, вы и так достаточно много знаете, а получать удовольствие от взаимодействия, от коммуникации с людьми. Десятка куклов в эпическом таро говорит о том, что магия начинается тогда, когда перестает быть разделение, да, когда вы находитесь в единении с миром, да, когда ваш ум перестает разделять на вы, то есть на мир и я, да, вот когда перестает быть разделение, вот в этом единении и появляется магия, и эта карта выпала как раз-таки на творчество, на императрицу, на то, что, что влияет вот на всю вашу эту ситуацию на данный момент, именно как раз-таки разделение вашего ума, а когда вы разделяете, когда вы находитесь, когда вы погружаетесь в себя, то есть когда вы больше акцент делаете на внешний мир, да, тогда вас все наполняет, тогда вам любопытно, тогда вам интересно, тогда вы находитесь в единении со всеми и с миром, и вот в этом состоянии вы сможете творить, да, в этом состоянии вы можете разрисовывать мир любыми красками, вы можете создавать все, что вы хотите, тогда, когда вы находитесь в единении, когда вы прекращаете обращать внимание на свой ум, на то, почему меня обидели, да, потому что я говорила в чувствах, меня ранили, да, то есть меня это кого, ранили ум, ранили наше эго, да, то есть кто-то посмел сделать то, что сказать мне то, к чему я была не готова, была не готова, да, это узнать, то есть мне причинили боль, и вот боль причиняется нашей гордыне, нашему уму, и вот здесь вот прям хочется сказать, что урок был связан с тем, что выйди из своего вот этого вот, из своей коробочки, да, из своего ума, выйди вовне, а что тебе поможет, вот то, что будет тебе интересно, то, что будет тебе любопытно, то есть вот что-то должно вытащить вас из вашего внутреннего, закрытого мирка, где было больно, когда у вас не было доверия, да, вас ранили, у вас нету доверия внешнему миру, что вы делаете, вы закрываетесь и погружаете именно в самоанализ, погружаетесь в познание себя, погружаетесь, и вот когда вы погружаетесь внутрь себя, вы расстоществляете себя с миром, то есть вы разделяете себя от мира, и тем самым преувеличиваете свое эго, преувеличиваете, преумножаете, да, вот именно вашу, вашу внутреннюю значимость, тем самым вам становится еще больнее, а вам говорят, перенаправь эту боль, перенаправь вот эти вот все состояния, которые вводят себя в скуку, в творчество, каким образом выйди из себя, начни коммуницировать, начни общаться с людьми, начни взаимодействовать, поддержка, помните, начиналось все, стройки энергии, поддержка, вам нужны другие люди для коммуникации, для общения, для творчества, для дальнейшего развития и роста. Вот такая у нас была первая позиция. Жду вашей обратной связи. И мы с вами идем дальше. Позиция номер два. Красный камешек. Почему я скучаю? Так, отодвину вот это. Почему я скучаю? Ой, какая серьезная здесь позиция. Выпула два великих аркана. Во-первых, то, что влияет на вас, да, это контроль. Вообще, на вашу ситуацию, да, скуки является контроль. Возможно, вы где-то утратили свой контроль. Возможно, наоборот, вы хотите контролировать какую-то ситуацию, с чем, что влияет на вас на данный момент. У вас идут какие-то очень серьезные перемены, да, когда прошлое уже отмирает. Это естественный процесс, и вы никак не можете повлиять на это. И здесь вот эта вот скука получается то, что, видимо, процессы запущены, процессы какие-то идут, возможно, внутренние, либо внешние. А вы никак не можете повлиять на это. И это в вас прям вводит в какое-то состояние. Почему? Потому что вот состояние скуки, да, потому что вы человек, у которого есть опыт, человек знающий, да, человек, который любит стабильность. Опять-таки могу сказать, здесь человек достаточно зациклен на себе, да, потому что все-таки император. Это стабильная, это четверка, это стабильность, это постоянство, да, это какие-то рамки ограничения. Контроль – это то, что мне важно понять, да, для меня, мое, вот, обозначение каких-то границ. Это все про контроль, это здесь все включает ум, да, все, все для меня. Здесь слишком, какого-то, во-первых, нету развития, а во-вторых, вот то, что та ситуация, которая влияет на вас сейчас, она, как бы, вот, слишком статична, да, и поэтому здесь идут перемены. Смотрите, две колоды, и здесь тоже выпал император, да, две четверки. Разрушается, а сейчас вам скучно, почему? Потому что, возможно, идут какие-то, вот, внутренние процессы разрушения, внешние процессы, то, на что вы не можете повлиять. То есть, идут какие-то перемены, на которые вы не можете повлиять, поэтому вы бездействуете. Вы бездействуете, вам становится скучно. Такие же у вас планы на данный момент, пятерка материи, да, замирание. Здесь такое ощущение, что вот как раз-таки ничего не происходит, в планах вы ни о чем не думаете, вам становится холодно. Да, вы понимаете, что те процессы, которые вы запустили, либо те ситуации, которые должны произойти, как говорится, всему свое время, а ничего не происходит, вам от этого становится холодно, да, от того, что вы бездействуете, от того, что вы как будто бы выжидаете каких-то результатов, да, на которые, опять-таки, вы не можете повлиять. Вы даже как-то вот запланировать ничего не можете, потому что вы не знаете, как, вам не на что опереться, потому что та точка опоры, которая у вас была, она сейчас разрушилась. Что у вас на эмоциональном фоне? Король-ума. Опять-таки, эмоции, да, подчиняем нашему контролю. Внутри они могут быть на все замерзшие. Все, прям все эмоции нужно починить, нужно разложить, нужно объяснить. То есть, все эмоции сейчас вы сами себе объясняете. Все проходит через призму каких-то размышлений, суждений. Все как-то нужно разложить по полочкам, чтобы все было понятно. Есть такое ощущение, что, знаете, вот прям изначально все как-то четырехугольно, ограничено и холодно. Замерзло все, нету огня, нету жизни, нету какой-то легкости. Все вот как-то холодно, холодно. Хоть и лето, надо говорить, да, у вас холодно. Ищите какие-то вот решения, но все идет от головы. Хорошо, как вы себя проявляете, как люди видят вас в социуме. Что вы знаете, как здесь на картинке прям, как барана в стенку. Вот прям уперлись в какие-то ворота. Хочу получить свою капусту, которая находится за дверью. Причем он не просто упирается, а он находится в круге пентакля, педальфа, то есть. И здесь в каких-то опять-таких рамках, да, то есть я ограничен своим желанием, да. Здесь аркан называется одержимость. И вот вы, люди, вас считывают, как, знаете, вот человека уперся. Уперся, вот я хочу это получить и все. Ему говорят, что, возможно, еще не время, да. Нужно, нужно, чтобы все было в срок, в тот срок, который нужно. Вы не отуперлись, хочу сейчас, хочу сейчас. Но при этом, как результат, да, вот всей этой ситуации. Да, очень много думаем, одержимы и действий. Вообще я не вижу каких-то, чтобы что-то совершалось сейчас. Но при этом в луче земли, то есть результата, да, вы хотели бы получить вот десятку эмоций, да. То есть покой, наслаждение, удовольствие, чтобы была радость. Вот вам сейчас как раз-таки этого и не хватает. То есть, в общем, да, если сделать анализ и сказать, почему же вы скучаете. Карты говорят о том, что что-то происходит в вашей жизни, что разрушает вашу стабильность, что сковывает ваши какие-то действия, вы вынуждены, да, находиться у вас в каком-то ожидании того, что будет происходить. Но при этом вы вот идете на пролом, да. Вы ищете любые ходы и выходы, чтобы получить то, что вы хотите. Для чего? Для того, чтобы почувствовать себя эмоционально наполненно. То есть вам не хватает каких-то эмоций. Отсюда у вас появляется чувство скуки. Но повлиять на ситуацию вы не можете, а эмоции, удовольствия вы хотите. И вам этого не хватает. И здесь вообще на самом деле происходит полный коллапс. Почему? Потому что карты выпали вообще не на своем месте, да. То есть там, где должен быть находиться ум, у вас, где вы должны были вот именно, как раз, по королю ума, планировать, да, что-то просчитывать, проанализировать, да, рационально подходить к ситуации. У вас на этом месте находится карта результата. То есть вместо того, чтобы продумывать, вы хотите результат. А там, где нужно получать эмоции, у вас там как раз-таки ум. То есть вместо того, чтобы наслаждаться и получать удовольствие в данной ситуации, вот так, как она сложилась, да, как вы можете хотя бы расслабиться, хотя бы успокоиться, вы начинаете себя накручивать, вы начинаете думать. Здесь дальше, где должно быть движение, вы чрезмерно одержимы тем, что вы хотите получить. Цикады прям стали петь вместе с вами второй позиции. Давайте выложим дополнительные карты и посмотрим, что и как у вас тут. Ну, прекрасно, да, что у нас здесь вышло. Нам здесь вышло то, что разрушение-то происходит, причем разрушение какие-то ваших внутренних, ваших границ, да, вашего контроля, того, что уже нету развития и ничего не происходит. Но при этом в голове ваших мыслей, да, сейчас находится, вы знаете, такое ощущение, такое желание, вот здесь у краски еще одержимость, да, как будто бы доказать. Какое-то вот ваше чувство включается здесь о том, что я как-то вот хочу получить то, что я хочу получить, вот здесь вот то, что одержимость была, да, но при этом я хочу получить это силой. Я приложил я все усилия, да, я как-то продумываю очень умно, чтобы получить то, что мне нужно. Но при этом вы как будто бы сами себя тем самым обестачиваете, да, то есть, ну, как будто бы теряете энергию. Ваша сила в вашем уме, да, она заключается в том, чтобы отражать, вот ваш ум отражает то, что есть внутри вас. То есть, то, о чем вы думаете, это то, что вас окружает, а вас окружает то, о чем вы думаете. Поэтому если вам, в этом и есть ваша сила, вот вам нужно понять, что сила ваша не в том, чтобы получить, продавить так, как вы хотите, а в том, чтобы увидеть, что вас окружает, да. И если вам не нравятся эти демоны, которые вас окружают, эти демоны, они живут в вашей голове. И найдите с ними общий язык, да, поймите, какую роль они выполняют, какую функцию, как можно договориться с ними так, чтобы ваши планы, они были достаточно такие плодотворные, да. То есть, почувствовать силу ума не от того, что вы насильно что-то делаете, а от того, что вы понимаете. Потому что ваша сила, она в знании, ваша сила в понимании слова. Но ваша сила в том, что вы словом можете создавать ту материю, да, ту реальность, которая вам нужна. Она красиво говорит, созидательна, лаконична, понятно, да, умеет договариваться. Вот ваша сила, она вот в вашем уме. Далее, что касается эмоций, вот здесь как раз-таки, как дополнительные карты говорят о том, что вам не хватает чувствительности на данный момент, вам не хватает нежности, вам не хватает полюбленности. Вам не хватает какой-то вот душевности, да, но при этом для себя, не для того, чтобы с кем-то делиться, а вот вы должны как будто бы сами себя наполнить. Вот вам не хватает этой, ну, какой-то доброты, что ли, человечности, влюбленности некой в мир, для того, чтобы смягчить свой ум, да, для того, чтобы растопить те эмоции, которые есть внутри вас. Но вы их почему-то подчиняете, наверняка из-за страха, да, включается в контроль, своему уму. Далее, что касается проявления себя, вот как раз-таки очень союз такой хорошего утюса в тройке, в императрице и в дьяволе, да, то есть вы себя проявляете, люди вас видят в социуме, да, как человека достаточно упрямого, одержимого, да, который головой пробьет любую стену, вместо того, чтобы отойти в сторонку и открыть дверь, которая находится рядом, а не ломиться через стенку. А все это вы хотите для чего? Для своего развития. Ну, здесь наверняка говорится о том, что вот с одной стороны вас заставляют ждать, да, но вы вынуждены, а вам нужно понять, что всему свое время, что, знаете, как-то не по императору, да, вот как-то вот я приказываю, да, а ты выполняешь, а именно вот женским каким-то путем, да, идти в это развитие, в мягкость, в принятие, да, в заботе, в каком-то вот спокойствии. Здесь вот какие-то женские такие качества необходимы, а у вас, если вы идете на пролом, это показатель какого-то все равно страха, да, что я только силой. Вот для вас сила, она очень важна, и она у вас есть, но вам нужно научиться договариваться с людьми, не подавлять их, да, не проламливать путь, а именно договариваться. В этом тоже будет какой-то вот какая-то своя изюминка, да, получить то, что вы хотите, и потому что люди вам это хотят дать, да, не потому что вы у них забираете насильно, а потому что люди готовы, да, они готовы с вами взаимодействовать, они готовы с вами обмениваться. Два великих аркана. Хорошо, и что касается результата, да, то, что вот вы хотите как-то вот успокоиться в этой ситуации, да, вы хотите получать удовольствие. Здесь дополнительная карта, карта выбора, говорящая о том, что результат, он зависит от того, что вы выберете. Если вы выберете где-то хитрить, где-то обманывать, да, если вы выбираете идти от ума, то, конечно же, вы получите, да, как результат все те действия, которые вы имеете на данный момент. Но если вы поймете, да, как вам взаимодействовать с миром и прислушаетесь вот именно к состоянию вот этой любви, оно даст вам успокоение, которое вам нужно. Почему? Потому что вы будете понимать, что всему свое время, да, вот. Вот прямо, знаете, хочется сказать, что когда выбираем две одинаковые вещи, да, там, например, одежда и одежда, да, это легко выбрать. А когда вы выбираете, как будто вы из противоположных вещей, да, что выбрать ум, либо выбрать сердце, то карты говорят о том, что нужно выбирать сердце. И это даже в том случае, когда ваш ум будет несогласен, но не будет удовлетворен этим выбором. И вот здесь вот нужно выбирать именно состояние спокойствия. В контроле нету спокойствия, в контроле есть страх, да, нету доверия, я не доверяю миру, да, вдруг оно выберет не то, что мне нужно. Лучше выберу я, потому что я знаю. Вот это я знаю, это наш ум, и он как раз-таки беспокоит. А вы хотите успокоиться, да, вот это вот ваша задача на данный момент, как-то вот успокоить свой ум. И как вы это сможете сделать, да, как пройти вот именно к успокоению через союз, через понимание, что каждый делает свой вклад. Союз не партнерство с человеком с одним, а именно через тройку педаклей, через тройку сферы, да, когда каждый привносит что-то свое в этот мир, в этом мире разнообразия. То есть вас будет успокаивать не то, что я хочу контролировать ситуацию, а именно понимание того, что то, что вы делаете, если вы делаете это с любовью и сердце, это и будет правильно. Даже если кто-то будет не соглашаться с этим, в том числе и ваш ум. Почему? Потому что в вашем сердце есть некая такая область, которая в нужное время распаковывает необходимую вам информацию, говорящую, куда вам нужно идти и куда вам нужно двигаться через ваши желания. То есть вместе с желанием появляются и ресурсы, и возможность. И вот здесь у вас прям скука идет, как говорится, горе от ума, а у вас скука от ума идет, да, слишком, слишком много думаете, слишком, чрезмерно думаете. Переслушайте расклад. Может быть сразу не зайдет, может быть сразу будет не совсем понятно. Переслушайте через какое-то время, потому что семя посеяно и в нужное время оно раскроется. Может быть даже и через какой-то другой канал, да, либо как-то через других людей. А мы с вами переходим к позиции номер три, голубенькому камешку, почему я скучаю. Использую сегодня в раскладе, как он называется, да, боже мой, звезда стихий, да, когда-то я уже делала. Хорошо, вот так, посмотрим, что у вас здесь происходит. Так. Материя, материя. Хорошо. Жизы не хватает, да? Слишком мы как-то заземлены на данный момент, скучно, скучно, потому что все как-то стабильно, все как-то понятно, и все вокруг, до около материального мира. Мы сейчас, ну да ладно, давайте разбираться. Значит, что у вас происходит в мыслях, да, на данный момент? Восьмерка эмоций, да, новизна. Появилось, у вас есть какие-то планы, желания, да, как-то вот обновиться, да, может быть, какие-то новые идеи, но однозначно то, о чем вы думаете, переполнено какими-то вашими эмоциями, да, очень хорошим таким настроением, достаточно позитивным. Ощущение того, что вы как будто бы нашли какой-то источник радости и наполняете вот свои кубки, свои чашки разноцветной вот этой вот радужной энергии, да. То есть вы думаете, возможно, о каком-то празднике, о каком-то веселье, то, что вас будет радовать. Но при этом в эмоциональном луче, да, где действительно должны были находиться эмоции, у вас опять-таки находится материя, да. Принцесса материя, которая говорит про усиление, то есть в эмоциях вы как-то хотели бы... Хотели бы как-то вот эти вот свои эмоции... Здесь дело в том, что вы эмоции-то хотите, но вы их как-то заземляете, да, как-то вот не то, что рационально подходите, а как-то вот ваши эмоции, они приходят через какой-то вот материальный план. Такое ощущение, что, возможно, какие-то подарки, да, вы хотели, чтобы вам подарили, либо что-то такое случилось, что через какое-то существенное то, что можно потрогать, чтобы приносило вам эмоции, чтобы приносило вас как-то наполняло, давало вам удовольствие. Как вы проявляете в суд, чтобы как заботливые, как королева Пентакли, да, то есть люди вас видят о том, что вы умеете распоряжаться деньгами, умеете распоряжаться здесь своими плодами, своими яблоками, да, чистите здесь этим венечком, очищаете, да, эти яблочки, вот, пыль стряхаете. Как вас люди видят? Как заботливую женщину, которая умеет приумножать свои ресурсы, умеет с ними взаимодействовать, да, ну, при этом достаточно такая стабильная, понятная, известная, ну, то есть ей все понятно, да, и она может приумножать то, что она имеет. То есть она хорошая хозяйка, женщина, которая умеет взаимодействовать в правильном направлении с материей, да, правильно умеет взаимодействовать с материей. Но достаточно стабильно, то есть вы как будто бы не двигаетесь, а вы стабильно, вот вы как будто бы вросли, да, король материи, королева материи, вот вы вросли сейчас. Но как результат вы бы хотели, знаете, вот какого-то продвижения, вот вам так же, как и двоечкам, ощущений не хватает какого-то вот прорыва совершить, да, то есть вы даже, вам скучно, потому что вы понимаете, что все уже известно, все уже понятно. Да, я хочу радости, но где-то я вот как-то вот подзастряла в этой стабильности, в этой прочности, в этом материи, все как-то медленно, все как-то долго, скучно. Хочется какого-то прорыва, да, вот какой-то новизны, каких-то ярких эмоций. А что влияет на вас? Вот король материи и влияет, да, любит. Возможно, вы сейчас очень много трудитесь, да, возможно, как-то, ну, подустали. Что-ли, вот как-то скучно, да, хочется уже и в отпуск как-то бы поехать. Возможно, вас как-то, я не знаю, надо деньги зарабатывать, да, и вот как-то вот здесь вот акцент на деньги, на финансы, на бытовой какой-то вот аспект. И вас это не очень-то и радует, знаете, как-то тяжеловато, тяжеловато вам все как-то дается. Однообразие, я бы такое сказала, знаете, серое однообразие, скучно. Ну, хорошо, давайте я уточню. По эмоциям, да, почему вы думаете, что вот вам как-будто не хватает этой новизны, радости, точно так подвинусь. Что вам тут не хватает? Почему вы скучаете? Знаете, вот вам как-будто такое ощущение, что не хватает какой-то вовлеченности во взаимодействии с другим человеком. Вот здесь вот карта «Пятерка сфер», она говорит о том, что здесь вот сидит женщина, которая четко понимает, что именно при взаимодействии с другим человеком, да, я могу получить тот результат, который я хочу через обмен. Ну, при этом что получается, она в руках держит свою свечку, да, и сидит, греется рядом со своим партнером вокруг другой свечки. То есть как-то, знаете, вот у меня есть мое, но мое это мое, но при этом есть еще и чужое, да, я вот и свое никому не отдам, и при этом погреюсь вокруг другого, да, вокруг чужого. Сам не ам, да, и вот как будто бы другим не дам. Здесь вот такая вот позиция. Ощущение того, что вам не хватает, вы не можете поделиться с кем-то, потому что вы не наполнены, да, то есть вы удерживаете то, что имеете, те ресурсы, которые вы имеете в данном контексте, эмоциональные на данный момент, потому что вам не хватает самим, чтобы поделиться еще и с кем-то. Но при этом вы не против, если кто-то с вами поделится. Поэтому, говоря о том, о чем вы думаете, что вы хотели бы, конечно же, этого праздника, да, вы хотели бы какого-то разнообразия, чтобы кто-то помог вам, да, вытащить вас из вашего вот этого вот болота. Где все скучно, да, где все холодно как-то и грязно. Грязно, прям, трясина, да, идет вот что-то такое. Но в чувствах, вот здесь, где есть усиление, да, хотелось бы сильных, да, хотелось бы, знаете, вот каких-то чистых. Вот вам не просто хочется чувствовать, а вы хотите, знаете, стать этим источником, да, бесконечным. Не то, что вот временно как-то, да, кто-то меня наполнит, и все, а я хочу сама наполниться. Я вот это вот, я сама, да, я хочу сама это почувствовать, ну, либо сам. Вот это вот единение, полную чашу, чистоту намерений, вот я ее хочу раскрыть в себе, что вот мой источник, он был бесконечным. И чтобы не было вот зависимости от кого-то, да, что кто-то придет, меня накормит, напоит. Нет, как-то вот сама наполняться эмоционально. А то, что вы проявляетесь, видите, в социум, да, вас видят как королева материи, как заботливая такая женщина. В принципе, здесь кукле нравится это, а вам это как-то не очень нравится. Вам хочется какого-то приятия, вам не хватает наполненности. Да, вот здесь вот как-то вот эмоции, да, как на дополнительной карте выпали кубки. Вам не хватает вот этой наполненности принять. А что вы хотите принять, чем вы хотите наполниться? Вы хотите каких-то новых, новых идей. И вам говорят, что если вы хотите реализоваться в социуме, да, через что-то новое, да, вы как-то придумать что-то новое, воодушевиться, да, вам нужно опираться на свой ум и на свой прошлый опыт. А вы здесь как будто бы стали домохозяйкой, а хочется выйти в социум, хочется себя проявить, хочется себя как-то реализовать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно принять свое нынешнее состояние, в котором вы находитесь, и на основе этого состояния вашего прошлого опыта придумать, да, здесь надо придумать, вдохновиться и придумать новое решение какое-то. потому что, опять-таки, выпадает четверка, четверка кубков, да, очень красивая карта, второе, в эпическом втором, говорящая о том, что здесь человек сидит возле реки, одна нога у него в воде, за ним дерево, и он как будто бы уснул. Карта говорит о том, что пока вы спите, тот мир, из которого вы ушли, он отмирает, потому что в нем нет действия. То, за что вы держитесь, оно начинает отмирать, а когда что-то отмирает, оно начинает гнить. На гниение приходит незваный гость, и говорит нам четверка кубков в данной колоде. То есть о том, что когда вы держитесь за что-то, это начинает отмирать. А держитесь вы за то, что уже заслужили, за то, что уже имеете. С одной стороны, вы хотите это приумножить, но ваша хватка настолько сильна, что сдавливая цветок, он начинает умирать. Потому что держите его крепко, вы его душите. Здесь смысл заключается в том, что если вы хотите что-то создать новое в социуме, проявить себя как-то по-новому, вам нужно отпустить старое. То, что уже не работает на вас, то, что уже отмирало. То, что не действует, то, что не работает, атрофируется и умирает. Ну что, давайте еще дополнительную карту на... Как она называется? В этой колоде называется следование колесница. Колесница. Какого же результата? Вы хотите прорыва. Вы хотите прорыва, но карта как раз-таки в допах, да, вышла в правильном луче, да, здесь у нас луч земли, пентакли, здесь сфера. Гриф сферы говорит нам как раз-таки о том, что вы хотите результатов быстро, а быстро у вас не получится. Должно произойти, пройти какое-то время, один шаг за раз, да, все нужно сделать поступательно, терпеливо, да, не торопиться. А вы хотите быстро, вы хотите подчинить себе всю ситуацию, да, вы хотите управлять этой ситуацией, вы хотите, чтобы что-то вас вытащило из этого застоя. Вам говорят, только вы, только ваши труды, больше никто, совершая один шаг за раз, вы сможете постепенно, шаг за шагом выйти из своего состояния и пойти через шута в новое, да, пойти в то, что вы хотите. То есть не быстро, не напролом, а медленно, поступательно, и достаточно, так знаете, может быть, будет казаться нудным, но при этом понятно, исходя из того, что вы уже имеете. Не отказывайтесь от своего опыта, да, здесь еще одна карта говорит о том, что используйте тот опыт, те навыки, которые у вас есть, то есть используйтесь тем, чем вы владеете на данный момент. Что же вами сейчас управляет, да, здесь король педаклей, а здесь у нас выпал дракон мечей, то есть король мечей. Вот как раз таки, что вами и управляет. Работа вами управляет, раз, вами управляет желание приумножить свои блага, желание сделать это как-то, знаете, вот вы думаете, да, думаете, как бы рационально получить то, что вы хотите, как-то вот эту материю. Но здесь есть опустошенность, здесь есть у вас опустошенность, есть у вас потери какие-то, которые вы хотите восстановить. И вам говорят, не надо торопиться, да, заменять суррогатом, лишь бы получить то, что вы хотите достаточно быстро. Не торопитесь. Используйте любые подручные средства, которые у вас есть на данный момент, для того, чтобы утолить свою жажду, да, свои какие-то потребности, и постепенно, постепенно выходить из этого состояния. Сделайте, наконец-таки, выбор, необходимый вам, потому что двойка книг, да, двойка жезлов, говорит о том, что перед вами есть книга. И пока вы думаете и выбираете, в каком жанре написать эту книгу, ваше воодушевление исчезнет. И тем самым вы не сможете начать писать свою историю. То есть не думайте долго, да, начните с чего-то, из того, что у вас уже есть под рукой, выходите из этого вашего состояния скучания, и в процессе вы определитесь. Вот такой вот у нас был и третий расклад. Очень разные колоды по своей энергетике. Интересно, на самом деле, я не знаю, когда я слушаю, как слушатель, да, расклады, я просто слушаю информацию. Но когда я сама делаю расклад и взаимодействую с картами, у карт есть у каждого какая-то вот своя энергия, да, свой характер. Я, по крайней мере, это считываю. И иногда вот очень интересный результат получается. Абсолютно разные колоды, одна достаточная, второй театр кукол, да, достаточно земная, понятная, такая немножечко медленная, как я говорю. А другая колода достаточно духовная, глубокая, это эпическая, да. И вот это вот взаимодействие двух колод, казалось бы, да, это воздух и земля, абсолютно противоположные энергии между собой, но все-таки в контексте смогли дать такую достаточно интересную интерпретацию. И сейчас я понимаю, почему, ну, то есть если у кого-то обликает вопрос, почему же все-таки коровы не используют столько много колод разных, да. Вот для себя я как раз-таки понимаю, что когда ты берешь в руки разные колоды, и каждая колода трактует информацию по-своему на своем понятном и известном ей языке. И когда долгое время делаешь расклады на одной колоде, трактовки, они, ну, как будто бы становятся однообразными, что ли. И добавляя разные характеры колод, да, тем самым картинка, информация становится многогранной, да, и тем самым становится полезной. Вот такие вот выводы я сделала сегодня, при сегодняшнем нашем с вами раскладе. Я прощаюсь, жду ваших комментариев, ваших лайков. Напоминаю, что вы можете делиться раскладами, если они вам полезны. Приходите на пятничные акции, если у вас есть вопросы, не задавайтесь. Знаете, вот мне недавно написала одна девочка, что вот как-то я стесняюсь, да, а можно, а нужно, и, вы знаете, когда вот эта вот стеснительность наша, она никому не нужна, потому что из-за нее мы теряем любые возможности. То есть вот это тоже проявление, как ни странно, скромно-стеснительность нашего эго. Это не позитивное качество. Наоборот, не надо стесняться, а надо пользоваться любыми возможностями, которые даются, да, тем более пятничная акция, она создана специально, бесплатная, для того, чтобы те люди, у которых нет возможности прийти на платную консультацию, но при этом есть вопрос, и я хочу его задать, и я хочу воспользоваться этой возможностью, воспользуйтесь, вас никто не будет осуждать, и никто не будет говорить, что почему вы не приходите на платную консультацию, а приходите на бесплатную. И на пятничные акции приходит очень много людей повторно. Вот, осуждать, по крайней мере, я вас не буду, поэтому приходите. Ну, а кому интересно разобраться достаточно глубоко в вашей ситуации, да, вы можете прийти на платную часовую консультацию. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.